здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вам покажу свой шарфик капюшончик который я вязала кратко опишу как я его вязала мотивация у меня была вот этот капюшон этот шарф капюшон в принципе я с него взяла узор и немножечко идею как бы в основном это все далее это мое но идея вот это так значит первое что я вам хочу показать эта схема вяжется он одним полотном вот здесь вот вверху у меня написано сгиб девчонки все вяжется вот отсюда начинала я вязать пряжа ализе в два сложения 2 мотка не так у меня ушло спицы троечка значит начала я 50 петель набрала вязала 22 ряда резинкой потом ровно основным узором узор я еще вам расскажу потом добавление 20 петель по 20 раз по одной петле в каждом втором ряду потом вот такой вот просто в одном ряду 5 петель 50 рядов ровненько провязала и 13 петель сократила в каждом втором ряду по одной петелечке далее сгиб и далее все вяжется в зеркальном отражение то есть тут где мы убирали мы добавляем 13 петель вяжем 50 рядов ровно потом сокращаем 5 петель в одном ряду и потом в каждом втором по одной петле 20 раз далее 100 рядов основным узором и 22 ряда резиночкой сейчас мы пройдемся как бы по этим фотографиям чтобы вы визуально это представляли вот мои набранные петли резиночка через 10 сантиметров я перешла на основной узор и вязала ровненько вот целый шарф но длину я вам скажу свяжите если у вас достаточно не так у меня было всего 2 мотка свяжите длиннее потому как мне не хватает им обернуться как бы как шарфом то есть не хватает потом вот эти 20 петель которые в каждом втором ряду я добавляла и вот они эти 5 петелечек которые добавляются в одном ряду последний и далее вяжется ровно вот так вот он выглядит вот этот скос сгиб это уже у меня сшитый как бы шарф вот видите тут у меня уже сшита так вот так вот в разложенном виде он выглядит то есть здесь добавление 5 петель ровно убавление добавление ровно сокращение 5 петель и 20 петель в каждом втором ряду вот так вот как бы должно оно выглядеть в разложенном виде вот в этом полностью как бы вот он полностью как бы весь этот шарфик так он выглядит в разложенном виде потом вот эту часть мы складываем вдвое сшиваем вот она у нас шито и вывернуто вот так вот здесь вот видите он довольно таки глубокий поэтому здесь мы можем либо заворачивать либо носить как он глубокий на конце я сделала вот крючком такие провязала косички чтобы бахрому потому что ализе она очень тоненькая и как бы мохнатится и что-то мне сами бахрома я по сами засомневалась мне кажется она потом собьется и не будет красиво выглядеть поэтому я решила это этими как бы цепочками такими шнурочками бахрому вот она так выглядит вот целый шарф это кстати вот видите в чем мне не нравится потому что это я уже фотографировала я его какое-то время носила и вот он вот такие вот как бы это пряжа делает такие приколы не знаю может она для такого шарфа капюшона не очень годится это пряжа ализе если возьмете акрил он будет в носке пап получше чем ализе вот узор мой узор резинка один на один два ряда и потом меняем там где была изнаночная лицевая там где была лицевая изнаночная то есть изнаночный ряд по узору в лицевом ряду мы просто меняем видите если проще простыми словами сказать то резинка один на один два ряда а потом просто поменять местами вот мой ребятеночек в этом шарфе видите вот мало этого что я провязала не хватает его обернуть вокруг шеи вот поэтому если я же говорю если у вас да достаточно ниточек то лучше связать по длине и я знаете я как нашу я его беру так вот под капюшоном за эти хвосты завязала сзади и тогда нормально вот в принципе все все очень просто для начинающих и это и все девчонки рассказала вам кто за кто захочет свяжет единственная же говорю с выбором не так чуть-чуть я бы не не взяла такие мохнатые нитки на этот шарф и вторая вещь связать длиннее эти хвосты чтобы можно было вокруг головы обернуть и здесь вот висела вот следующий шарф будет капюшон еще я один вижу девчонки с работы там будет под будут подлиннее и будет мельче она этот капюшон не будет такой глубоким вот а с вами была вика школа рукоделия всем пока пока пока